За этим круглым столом казахи пытаются найти общий язык с казахами. Столичные уралманы и столичные чиновники. Соотечественники жалуются бюрократам, бюрократы отсылают их к нормам закона. Разговор зашел далеко, до обвинений в коррупции. С целым пакетом документов уже три года бегаю от одной двери к другой. Есть посредники, которые за одну печать требуют 40 тысяч тенге. Это бизнес, который покрывают сверху. Представители комитета по миграции, министерства труда и соцзащиты в ответ улыбаются и что-то аккуратно записывают. В качестве арбитра на этой встрече не правительственный сектор. Уралманов сейчас требует кучу документов. Справку о несудимости, например. Более того, чтобы они документально подтвердили, что они казахи. Для этого нужно получить письменное подтверждение, например, из Монголии. Затем это должны подтвердить в местном посольстве. Эти процедуры могут длиться годами. Тем временем тысячи семей не могут узаконить жилье, получить пенсии и пособие. Поселок Коянды в 15 километрах от столицы называют Уралманским. Подавляющее большинство жителей – новые кояндинцы, переселенцы из Китая и Монголии. Семья 66-летнего Кашуры приехала из Китая пять лет назад. Таких, как он, чиновники окрестили самозахватчиками. Землю Кашура по закону получить не смог. Пришлось прибегнуть к серым посредникам. За тысячу долларов, которые выделило государство, удалось купить этот крохотный участок. Сделка незаконная и домик, скорее всего, снесут. Каждый день грозят снести дом. Хочется вернуться обратно в Китай. Обидно становится, что Родина с нами так обращается. Мы ничего не просим. Давайте клочок земли. Дом мы сами построим. Я терплю. Надеюсь на справедливость. Таких, как Кашура в Коянды, почти 200 семей. Все стоят в очереди под снос. Местный Аким кивает на земельный кодекс. Говорит, люди добровольно стали жертвами мошенников. Актов на землю у них нет. Я же вам объясняю. Эти постройки не соответствуют генплану застройки села. Какого будет решения суда, я не знаю. Если суд решит узаконить, узаконим. Если скажешь нести, снесем. За годы независимости на историческую Родину вернулись больше миллиона этнических казахов. Но далеко не всем удалось интегрироваться и стать полноправными гражданами страны. При очень низкой плотности населения этим людям не могут выделить даже клочок родной земли.